На самом деле бороться ни с чем не надо, вся жизнь борьба, как говорят, до обеда с голодом, а после обеда со сном. Поэтому бороться не надо, надо расслабиться и получить удовольствие, есть такая поговорка. С ним бороться бесполезно, кризис он есть, и он серьезный кризис, очень глубокий и очень надолго. Это, пожалуй, из трех кризисов, 97-98 год, 2008 и вот этот, это, конечно, самый глубокий и самый долгий, я думаю. Потому что сейчас действительно ситуация тяжелая, и в России, к сожалению, Господь дал очень прекрасных людей, добрых, отзывчивых, великолепную землю, самая большая территория в мире. Вся таблица Менделеева, газ, нефть, все бриллианты и все-все-все абсолютно. Но, к сожалению, русский народ не хочет на этом зарабатывать деньги. И мы, к сожалению, пользуемся только этими ресурсами и недрами, чтобы продавать их. Это, конечно, печально, потому что надо из всего извлекать деньги, и тогда не будет никаких кризисов. Я не представляю, чтобы в Америке такой же кризис наступил, потому что там есть очень крепкий миддл-класс, и там очень серьезная простойка людей, которые зарабатывают деньги сами. Они не зависят от внешних факторов. И поэтому, к сожалению, в России нет ни производства, ни структуры, ни заводы. Это все разрушено. Работают, конечно, но это все мизер. Для такой большой страны и для такой большой территории, для такого населения это мизер. То, что мы производим и практически ничего не экспортируем. Это беда. И с одной стороны. С другой стороны, кризис – это колоссальные шансы, и об этом многие говорят, для того, чтобы это все поднять. Но чтобы это поднять, нужны соответствующие законы и соответствующие программы государственные. Но я считаю, что, к сожалению, я очень уважаю Владимира Владимировича Путина. Реально его уважаю искренне. И он молодец. Он действительно лидер. У меня родственники в Израиле живут, и многие говорят, что нам бы Путина на некоторое время, он бы там порядок навел. Он действительно лидер. Но, к сожалению, не может правительство навести порядок в экономике. Нет соответствующих законов, нет соответствующих льгот для производства именно. Ну и так далее. И как выкручиваться из этого кризиса? Никак не надо выкручиваться. Надо просто работать. Каждый на своем месте должен делать честно свою работу. И тогда будет хорошо всем. Но экономлю ли я? Ну, безусловно. Одежды я вообще мало покупаю. У меня ее достаточно. Я не люблю там щеголять новыми нарядами постоянно. Тем более для мужчин это не самое главное. На продуктах, конечно, я не экономлю. Но и не шикую. Я не покупаю суперделикатес. Я просто их не люблю. Я ем обычную еду. Люблю домашнюю капусту, помидоры, огурцы, картошечку жареную и так далее. И рыбку. Поэтому меня это особо не касается. Ну и, конечно, смотрю, чтобы не было заменителей. Но, слава богу, у меня есть молочный завод свой, где мы выпускаем премиум класс. Самая лучшая молочная продукция. ТВ-молочник. И, собственно, я ее молочное только свое, конечно, употребляю. Мяса ем мало. Рыбу очень люблю. Продолжение следует...